Всем привет! Меня зовут Катерина. Вы смотрите мое видео «5 месяцев США», которое посвящено тому, что сегодня ровно 5 месяцев с того дня, как я переехала жить в США. Кто-то скажет, подумаешь, 5 месяцев — это даже не полгода. Кто-то живет за границей год, и два, и пять лет. Но знаете, сегодня у меня вдруг возникло такое желание рассказать вам, поделиться с вами своими мыслями и событиями, которые произошли со мной в течение этих 5 месяцев. И знаете, они были настолько насыщенными, полны первых впечатлений, первых эмоций. Это был период проб и ошибок, период, как это модно сейчас говорить, вне зоны моего комфорта. И в этом видео я вкратце расскажу о том, почему я переехала в США, поделюсь некоторыми мыслями, которые возникали у меня в начале, немножко затрону тему иммигрантов и патриотизма, и в конце отвечу на вопрос, как американцы относятся к русским. Я надеюсь, что вам это будет интересно. Итак, для начала у многих, наверное, возник вопрос, почему же я переехала в США. Но вначале я хочу подчеркнуть, что я никогда не мечтала жить в США. Я никогда не грезил этой страной, я никогда не считала, что здесь люди лучше живут, что нужно валить из России, находить богатого мужа, ехать в другую страну и жить за бугром. У меня даже не было глубоких знаний об Америке, у меня не было никакого интереса к этой стране. И всё, что я знала, было только на уровне голливудских фильмов. Если бы кто-то год назад сказал мне, Катя, ты будешь жить в США, я бы просто этому не поверила, я бы сказала, вы шутите, это точно не про меня, у меня другие интересы, я востоковед, я вот Кореей увлекаюсь. Но, как видите, жизнь непредсказуемая, я сегодня разговариваю с вами в своём доме в Калифорнии, ну, не в своём доме, конечно, мы его арендуем, но, тем не менее, я сейчас нахожусь в Калифорнии. И причина моего переезда достаточно проста и банальна. Я переехала сюда, потому что здесь живёт и работает мой молодой человек на тот момент, сейчас он уже мой муж. И да, я никогда не думала, что мой муж будет иностранцем, тем более американцем. И, повторюсь ещё раз, жизнь непредсказуемая. Кстати, замечу, что со своим мужем мы познакомились не в интернете. Когда я переехала сюда, это было 23 сентября 2015 года, я прилетела сразу в Лос-Анджелес, и первый месяц я работала в хостеле волонтёром в городе Сан-Диего. Я работала 4 часа в день, я выполняла функции хаус-кипера, то есть уборщина, как бы это стыдно не звучало. И также я работала на ресепшене, то есть чередовала свои смены. И так, в обмен на 4 часа бесплатной работы, мне предоставляли жильё и бесплатный завтрак. Так, первый месяц я работала в этом хостеле. Честно, в тот момент я ещё не могла до конца осознать, что я нахожусь в Америке, что у меня билет в один конец, и это не просто путешествие, это намного серьёзнее. Но знаете, это решение я хоть и приняла взвешенно и обдуманно, всё равно само понятие доходило до меня ещё долго. Через месяц, 1 ноября, я и Зак, мы поженились. Кстати, поженились мы в Лас-Вегасе, не из-за какого-то пафоса и самого названия этого города, а просто в Лас-Вегасе оказалось намного проще расписаться. Просто в некоторых штатах требуют сдачу теста на кровь, требуют времени, где-то месяц после заявки. А в Лас-Вегасе это можно сделать в течение одного дня, подать заявление и тут же расписаться. Итак, мы расписались, и так как мой муж ещё и военный, мы переехали жить на военную базу. Итак, в течение короткого времени, в течение всего месяца, в моей жизни произошли три кардинальных события. эмиграция, замужество и переезд на военную базу и адаптация к армейской жизни. Не скажу, что это всё было просто. Бывали и сложности, и моменты грусти, и тоски по дому, и момент небольшой депрессии. Потому что, знаете, в первые месяцы меня тревожила такая мысль, что я начинаю жить с чистого листа. Как бы романтично не звучала эта фраза, но когда перед тобой неизвестность и всё, чем ты занимался раньше, чем ты увлекался, здесь этого нет, и ты адаптируешься к новой реальности, к новой жизни, то немножко становится сложно, потому что слишком много неопределённости и неизвестности на тебя накап наваливается. Когда ты переезжаешь в другую страну, ты становишься никем. Ты становишься обычным иммигрантом в глазах иммиграционной службы. У тебя нет документов, разрешающих тебе работать, учиться, водить машину, получать медицинское обслуживание. Если в своей стране, откуда ты приехал, у тебя был статус, тебя там уважали, ты чего-то добился в этой стране, у тебя были знания, перспективы, какие-то хорошие возможности, то здесь этого ничего нет. Здесь ты начинаешь строить себя заново сам. Мне повезло, что хотя бы на военной базе у меня бесплатное медицинское обслуживание, и водительские права в Калифорнии можно получить и без американских документов, как я уже рассказывала в предыдущем видео. Но, тем не менее, так как я не могу работать, и мне приходится сидеть дома, причем на военной базе, где не происходит так уж много событий, это не какой-то Лас-Вегас или Лос-Анджелес, мне немножко стало скучно. По характеру я человек независимый. Мне нужно самореализовываться, мне нужно добиваться поставленных целей. И во мне есть энергия, которую я первое время не могла никуда здесь вылить. Мне приходится сидеть дома, готовить мужу ужины, завтраки, убираться дома. То есть делать не совсем то, что я люблю делать, и не совсем то, о чем я мечтала всегда заниматься. Конечно, есть девушки, которым бы моя жизнь сейчас казалась бы идеальной. Ты сидишь дома, работаешь домохозяйкой. Тем не менее, я всегда стараюсь думать позитивно, настраиваю себя позитивно, потому что мысли, они все-таки материализуются. Из своей ситуации, из-за того, что у меня так много свободного времени, я стала находить свои плюсы. Вначале это был скраббукинг, то есть подделки из бумаги. Я делала коллажи с фотографии, и два из которых я подарила, и один висит у нас дома. Я делала другие коллажи, другие украшения на стену. А потом я стала увлекаться вязанием из крючка. Кто бы мог подумать, что я буду снова вязать крючком. И наконец-то я думаю, научилась готовить, потому что до этого я не умела готовить. Я начала вести свой блог ВКонтакте, в котором я делюсь своими мыслями, заметками, фотографиями. И вот начала вести канал на Ютьюбе, чтобы общаться голосом и не забывать грамотную русскую речь. Так что я стараюсь заполнять свое время и чувствовать себя все еще продуктивной. Ну, конечно, моя ситуация не уникальна, и все, кто переезжает, все проходят эту удивительную процедуру с документами, получение этих банальных человеческих прав. Далее, затрону тему иммигрантов. Я не первая, кто говорит, что иммигранты бывают двух типов. Первые, это те, которые всей душой стремились переехать в чужую страну, шли к этому долгие годы, участвовали в разных, не знаю, лотереях, гринкард, например, и подготавливали себя морально к переезду в другую страну, к лучшей жизни. И эти иммигранты, которые оказываются вот в той, другой стране, они начинают сливаться с местным обществом, они теряют свою идентичность, они хотят отказаться от своей русскости или украинскости, я не знаю, белорусскости, и они стараются быть более французами, более американцами, они начинают осуждать свою страну, кастиковать ее при общении с местным населением. Они всячески стараются оградить себя от своего прошлого. А есть второй тип. Это иммигранты, к которым себя отношу я. Я иммигрант не то чтобы по неволе, но я к этому не шла упорно и стремительно. Я люблю свою страну, я люблю Россию, я горжусь ее историей, традицией, культурой. И мне не хочется сливаться с местным обществом, мне не хочется быть американкой, мне хочется поддерживать свою российскость, поддерживать свою особенность. И знаете, интересно, когда я с кем-то знакомлюсь, я с гордостью говорю, что я русская, что я приехала сюда из России. После того, как я пообщалась с некоторыми иммигрантами здесь, я поставила себе такую цель не забыть русский язык, не начать говорить неграмотно, не вставлять английские слова в свою русскую речь. Где бы я ни была, в какой стране бы я ни жила, я считаю и буду считать себя русской. И я буду этим гордиться. И вы знаете, я иногда скучаю по русским людям, скучаю по русскому общению, по нашей душевности, знаете, по посиделкам с чаем. Потому что русское общение, его ни на что не променяешь для меня. Итак, заканчивая видео, расскажу, как обещала, о том, как американцы относятся к русским. Я думаю, эта тема довольно актуальна в наше время, потому что, когда я еще жила в России, я ощутила на себе посредством масс-мидия и телевидения, как нам в России внушают отрицательные чувства к американцам, какую-то к ним нелюбовь и неуважение. Так вот, американцы относятся к русским очень замечательно. Даже здесь, на военной базе, никто не смотрит на меня косым взглядом, никто не спрашивает у меня глупые вопросы, никак не старается поддеть президента, нашу политику и так далее. К тому, что я русская относится так же просто, как и к факту, что кто-то немец, кто-то австралиец, кто-то китаец, никакого особенного отношения и осуждения я здесь не почувствовала. Я думаю, на этом я закончу. Я желаю вам всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал, если хотите увидеть больше моих видео. Вступайте в мою группу ВКонтакте, я веду свой блог. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока-пока. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok